Давайте я вот такой. В свое время я просто был очень самоуверен, какие-то периоды времени бывают, опять повесняю все. А сейчас я такой сомнительный человек. И как-то я помню, когда только открылся ресторан «Гнездо Глухаря», мы его там направляем с Митяевым и с одним человеком, которому совершенно эта песня не нужна. Ну, те меня открыли, и он славился тем, не то, что каждый день барды пели, а то, что невозможно было подозвать официантку к столу. И если это все-таки так случилось чудо, ты ее подозвал, даже сделал заказ, заказ получить это практически невозможно. Никто этого не надо. И я привез своих друзей из Германии в этот ресторан, махал руками, я вроде как хозяин почти. В общем, ничего не получалось. И вдруг вижу, Андрюша Анпилов стоит рядом с официанткой. Я говорю, Андрюша, показывай ему, пускай подойдет на своем сурдой языке. Он подходит, говорит, девушка, она говорит, что? А нельзя ли подойти к этому молодому человеку с усами? Она, наверное, так оценюще посмотрела, сказала, ну, можно, подходите. Ну, естественно, мы перешли в другой ресторан, посидели там, когда уже очень крепко, через дорогу буквально, Театр Маяковского. Утром я пошел лечить своих товарищей немецких в магазин, и стоит женщина такая страшная, потому что у нее высокая прическа такая у нас в саду была, меня пугала, и такая классная руководительница у меня была. И она на меня поворачивается, такая смотрит, а я такой с похмелью, веселый, с уверенной. Она говорит, я вас знаю. Я говорю, ну, конечно, телевизор смотрите. Нет, почему же? Вы у моего мужа сторожем работаете. Я, придя домой, написал вот такое пение. Нисколько не вам. Не надо писать кипятком при каждой нашей встрече, вилять обрубленным хвостом от радости без ржан. Я понимаю, я талант, я гений, я предтеча, но я и тоже человек, наивная душа. Вполне возможно, и ко мне когда-нибудь под вечер в окошко постучится смерть, моя вторая жизнь. И скажет, здравствуй, мой талант, мой гений, мой предтеча. На сборе ровно пять минут тебя там заждались. Я знаю, вам будет меня не хватать, когда в мир отбуду я лучший. Что будете вы вечера коротать в компаниях пьяных и скучных? Меня похоронят над тихой рекой. Не как похоронено, солидно, но все это будет, мой друг, далеко. Ты спросишь надежды, а как далеко? Я знаю, вам будет обидно. Отвечу отсюда, не видно. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ